Кредитование наконец замедляется. Сбера зафиксировал резкое снижение выдачи потребительских займов в сентябре. Количество выданных кредитов сократилось на четверть к августу, а денежный объем еще больше, почти на 40%. В то же время сберегательный тренд усиливается. С начала года рублевый депозитный портфель Сбера вырос на 44% до 15,5 трлн рублей. К слову, капитализация всего российского рынка акций сейчас 52 трлн. И Озон Фармацевтика объявила диапазон IPO на Мосбирже от 30 рублей до 35 за акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании от 30 до 35 миллиардов рублей. Ранее отмечу Озон Фармацевтику. Некоторые аналитики оценивали примерно в 100 миллиардов рублей. Ожидается, что торги начнутся 17 октября. Всех приветствую. Это «Рынки утра». Меня зовут Алевтина Пинкальская вместе с Алексеем Тоболиным. Будем обсуждать сегодня ключевые события для инвесторов, для всех, кого интересует российская экономика. Вместе, конечно же, с вами, с нашими зрителями и подписчиками. Пишите свои комментарии, вопросы. Мы обязательно адресуем самые интересные и ценные нашему гостю в студии. Мы рады вас слышать, читать. Писать можно в наш чат-бот, попасть в который можно через телеграм-канал «Сам ты инвестор». На него тоже подписывайтесь. Ну а также отсканировав QR-код, который вы прямо сейчас видите на своих экранах. И сегодня у нас в студии Максим Баковец, директор по развитию продаж продуктов в благосостоянии ПСБ. Здравствуйте, Максим. Спасибо, что пришли. Алевтина, доброе утро. Алексей, приветствую. Наверное, первый вопрос по кредитованию. Замедляется у нас потреб кредитования. Об этом говорил, в принципе, ЦБ. И вот сейчас Сбербанк подтвердил довольно резко, я бы сказала. А почему корпоративное не замедляется? Об этом также регулятор отмечал, что в годовом выражении у нас потреб кредитования показал рост 20%. Да, отличный вопрос. И в целом отличная статистика, потому что замедление потреб кредитования, в первую очередь, важно с точки зрения высоких ставок и достаточно высокой долговой нагрузки отдельных категорий граждан. Если говорить про корпоративное кредитование, то, конечно, здесь важны различные бюджетные, льготные кредиты для, опять же, отдельных категорий и отраслей. И, на самом деле, я думаю, в первую очередь именно этим обусловлено то, что корпоративное кредитование не замедляется. Как Завалежина сказали, в общем, проще говоря, льготную ипотеку прикрыли, ставки по потреб кредитам высокие, поэтому люди перестали брать. А бюджетный стимул и бюджетное финансирование отдельных отраслей и компаний продолжается, поэтому там замедление ждать не стоит, правильно? Да, там замедление, я думаю, ждать не стоит. И если говорить про ипотеку, здесь также важно отметить, я думаю, что постепенно застройщики умеют перекладывать, научились перекладывать, соответственно, льготное кредитование в рассрочку. Поэтому тут интересно наблюдать. Это позитивный сигнал, вот такие данные от Сбера. Это как-то влияет, например, на ваш прогноз по ставке на ближайшем заседании или это, в принципе, уже все заложено в ожидании? Я думаю, если говорить про ближайшие заседания, факторы, скорее, такие более макро, это месячная инфляция, которую интересно будет понаблюдать. Если говорить про замедление потреб кредитования, это позитив, но, скорее, это уже будет сказываться на последующих заседаниях. Хорошо. Леша, что сегодня еще мы ждем по событиям? Во-первых, я напомню, что сегодня последний день, когда действует лицензия ОФАК, а именно 12-го она вообще истекает. Также у нас ожидаются сегодня операционные результаты Аэрофлота за сентябрь и последний день покупки акции «Газпромнефти» под дивиденд. Ну и также есть три компании, у которых будет дивидендный гэп. Сегодня ожидаем отражение-то в котировках, это «Новотек», «Новобев» и «Селегдар». Ну и также мы ожидаем данные по Макре. Это, во-первых, в США мы ожидаем число активных буровых установок, допустим, что в последний период оно сокращается активно. Ну и также, как верно отметил Максим, мы ожидаем сегодня индекс потребительских цен в сентябре. Максим, ну да, мы уже заговорили про инфляцию, кредитование обсудили, инфляция. Видим по недельным данным, что есть тренд на замедление, не так быстро, как, конечно, хотелось бы, не так быстро, какую цель ставил сам ЦБ на конец года. Но, тем не менее, какое-то трендное снижение есть. Вы думаете, он продолжится или будет так же, как было, например, в апреле, когда сказали, что пик уже пройден, а он был впереди? Я не считаю, что пик уже пройден, и ровно так же в апреле мы не давали прогнозов, что пик уже пройден. Почему недельная инфляция может быть не так важна именно в настоящий момент времени? 0,14 после 0,19, с одной стороны, да, действительно замедление, но важно посмотреть на инфляцию в годовом выражении. Здесь мы пока сильно выше, чем таргет ЦБ, и, как я уже говорил, посмотреть на месячную инфляцию. Допускаю, и в данном случае сам Центральный банк неоднократно в своих комментариях говорил, что то, что мы видим сейчас по инфляции, это результат с лагом 2-3 месяца от действий Центрального банка же. Поэтому, я думаю, сейчас мы наблюдаем эффект от стабильной ключевой ставки в начале этого года. И, соответственно, те изменения ключевой ставки, которые мы наблюдали уже летом, соответственно, они скорее отразятся ближе к концу года, в начале следующего года. И вот нам действительно будет интересно понаблюдать. Максим, по такой логике тогда ЦБ зачем вообще хоть что-то делать? Оставьте ставку, как есть, и на ближайших заседаниях сидите, ждите результата. ЦБ всегда ориентируется, я более чем уверен, на ожидания и на горизонты 2-3 месяца. Максим, а как все это влияет, вот эти вот, в принципе, не слишком радужная картина по ставке, ожидания ее дальнейшего повышения на ближайшем заседании, до 21% уже говорят. Вот на прошлой неделе приходил к нам ваш коллега Николай Рязков, он нас удивил своим ожиданием роста индекса Мосбиржи, роста рынка акций. Разделяете ли вы такой прогноз при такой ставке, инфляции и кредитовой? Допускаем, что текущая ставка, она уже заложена в текущих реалиях и в тех котировках. Вы же сказали, что не заложена еще текущая ставка, что к концу года будет? Текущая ставка, я имею в виду, ожидания у ставки 20, возможно, 21. Здесь прогнозы действительно на рынке различные, консенсус 20-21. Если говорить про ближайшие заседания, нам важнее даже, на каком уровне ключевая ставка закончит этот год. Вот здесь действительно будет интересно понаблюдать, но с точки зрения рынка акций, достаточно много факторов наложились и являлись драйвером снижения рынка акций летом, когда он фактически с пиков мая этого года скорректировался практически на 30%. Здесь и налоговая реформа, и повышение ключевой ставки, с одной стороны, достаточно радикально, а самое главное, ожидания и очень жесткие комментарии Центрального банка по итогам каждого заседания в отношении будущих его действий. Выход недружественных нерезидентов, которые мы наблюдали, здесь также важно, и, я думаю, интересно будет посмотреть на цифры и объемы этого выхода. Поэтому несколько факторов наложились и привели к коррекции, которые мы наблюдали с мая по сентябрь, и, соответственно, сейчас мы находимся на этапе восстановления рынка. И макрофакторы, например, такие, как сырьевые рынки, нефть, я думаю, здесь могут оказать позитивное влияние. Ну, естественно, совокупно. Смотрите, вы считаете тоже, что рынок акций будет расти в ближайшее время? У рынка акций есть потенциал восстановления до уровня 300-350. К концу года? То есть плюс 15%. За счет чего? Какие деньги? У нас, если не считать нефтяной сектор, все остальные сектора под давлением. Посмотрите металлургию, посмотрите жилищные, строительство девелоперов, банки. С большой вероятностью тот же Сбербанк в последнем отчете нарастил резервы, и, возможно, он это будет продолжать делать. Какие вообще сектора должны драйвить индекс? Ну, в первую очередь нефтегазовый сектор, конечно же, потому что все-таки цены на сырье остаются достаточно стабильными, они находятся на уровне 75-80. А самое главное, что курс доллара, ну, соответственно, мы наблюдаем ослабление рубля на протяжении последнего месяца, и совокупность вот этих факторов, плюс достаточно высокая рентабельность все-таки капитала, например, в том же банковском секторе, о котором вы только что сказали, думаю, могут оказаться дополнительным драйвером. Плюс важно понимать, что большой объем средств в тех же самых фондах денежного рынка, да, биржевые, паевые инвестиционные фонды, куда деньги в существенных объемах притекали во втором квартале и скорее перераспределялись в третьем квартале. О чем я говорю? В третьем квартале скорее, опять же, ну, по статистике, например, нашего брокера, мы наблюдали переток из акций фонда денежного рынка, поэтому если мы сейчас увидим тренд на восстановление, а мы его видим начиная с сентября, я думаю, эти деньги могут... Восстановление чего? ...рынка акций. Эти деньги постепенно могут начать перетекать обратно. А смысл им перетекать? Вот действительно, когда мы говорим о росте, совсем если предметно, о росте рынка акций на 15% за два месяца, в принципе, мне кажется, это в текущих условиях довольно-таки серьезный абсайд, да, если ты 3,150, то, грубо говоря, должны прийти на рынок акций новые деньги, которые купят акции, да, а с чего им приходить, если у нас фонды ликвидности сейчас дают какую доходность? Высокую доходность. Флоутеры какие дают доходность? Ключевая ставка плюс какой-то спред. Вклады дают 24%. С чего деньги должны прийти на рынок акций? Но здесь важно все-таки понимать, опять же, о оценке рынка акций, ну, например, по мультипликаторам мы с вами понимаем, что рынок акций российский, он достаточно сильный. То есть, условно правильно понимаю, что вы считаете, что сейчас есть какие-то идеи, которые дадут больше, чем эта доходность, больше, там, 24%. Что это за идеи? Здесь существенный фактор – это горизонт инвестирования, конечно же. Потому что, если говорить про флоутеры, вы их упомянули, это действительно, это купоны на уровне 20-20,5%. То есть, это премия ключевой ставки плюс 1, плюс 1,5%. С учетом реинвестирования, купоны там ежемесячные. И самое главное, вот после ближайшего заседания, если ставка будет повышена, соответственно, мы уже с ноября увидим повышенные купоны в портфелях флоутеров. С учетом реинвестирования, доходность по ним действительно может составить 23%, но это горизонт один год. В акциях мы допускаем, что в отдельных секторах и в отдельных инвестидеях мы можем увидеть сопоставимую доходность, но за более короткий горизонт. Если говорить про фонды денежного рынка, о которых вы также сказали, то это примерно уровень ключевая ставка минус 1. Отличный инструмент инвестирования. Но опять же, отличный инструмент инвестирования, скорее для того, чтобы временно передержать ликвидность, дождаться каких-то трендов, либо точек хода. Хорошо, конкретно вы говорите, что по каким-то отдельным идеям может быть доходность такая же сопоставимая 24%, но меньше, чем за год. Это вот что, например, сейчас? Ну, в целом, я уже упомянул нефтегазовый сектор. Мы, например, позитивно смотрим на компании с высоким объемом свободной ликвидности. Почему? Потому что свободная ликвидность, с одной стороны, это возможность размещать под ту же высокую ставку, о которой мы уже говорили, а с другой стороны, это возможность впоследствии пустить эти деньги, например, на бэйбэк. Ну, здесь мы могли бы выделить, например, такие компании, как Лукойл, возможно. Не разрешают уже, сколько времени хотят. С августа ходят такие слухи, даже не с августа. Я бы сказал, что с марта они ходят. Не разрешают. Но будем наблюдать? Будем наблюдать. Это если говорить про нефигазовый сектор. Если говорить про банковский сектор, здесь у компаний достаточно высокая рентабельность. Если говорить про Сбербанк, это уровень порядка 24%. Если говорить про Т-Банк, то это уровень порядка 30%. И поэтому, я думаю, здесь мы действительно можем увидеть в потенциале высокую потенциальную доходность. Поэтому прогнозы наших аналитиков, они все-таки остаются именно такими. И какой-то пересмотр, он возможен к концу этого года. Обращайтесь к нашим зрителям. Напишите, пожалуйста, согласны ли вы с Максимом по поводу потенциала, во-первых, роста рынка акций до конца года на 15%. И также, какие вы идеи выделяете. И есть какие-то, возможно, вопросы по отдельным секторам. Так что пишите, пожалуйста, наш час-бот. И пока хотел бы остановиться на банковском секторе, раз вы его обозначили. Вы говорите про перспективы, но давайте поговорим про риски. Почему-то вы их вообще не затронули. Тоже Сбербанк. У него долгое время практически не начислялись резервы в достаточном количестве. Но у него еще в полной мере не отражена переоценка его активов из-за изменения ставки. И поэтому мы можем в следующих отчетах увидеть хуже динамику. Особенности мы увидим за замедление кредитования. Притом еще есть вопрос, сможет ли Сбербанк, как главный банк самой страны, полностью переложить эту новую ставку на потребителей. Поэтому он же уже указывал, как раз в данных, которые Алифтина припоминала, что депозиты и вклады за 9 месяцев приросли на 44%. Хотя такой же динамики кредитования мы не видим. Тот же Т-банк, вам не кажется, что у него могут быть проблемы после присоединения Росбанка? В конце концов, не так просто будет его переварить? Давайте начнем с Сбербанка. Последние данные, например, отчетность РСБ у Сбербанка. В целом, в рамках ожиданий, то есть отчетность хорошая, естественно, имеет смысл бождаться отчетности МСФО. Но при этом, если говорить, например, про любой крупный банк, скажем так, помимо кредитования, за которыми естественно имеет смысл наблюдать, важно оценивать объем его вложений, например, в облигации федерального займа. Такие бумаги есть практически у любого банка в своем портфеле. Важно понимать, что, скорее всего, это на текущий момент портфель HTM. И поэтому, естественно, они не переоцениваются. Поэтому большой объем данных бумаг в портфеле – это определенный риск. С другой стороны, если говорить про депозиты, которые вы также упомянули, немаловажным фактором, который редко когда отмечают, это достаточно высокая маржинальность депозитов, которые были размещены по более низким ставкам. А далее фактически два сценария поведения у клиента, который сберегает средства на депозитах. Это либо расторгнуть депозиты, погнаться за более высокой ставкой, в моменте мы получаем дополнительную маржу. Либо остаться посчитать, обдумать и остаться в текущем депозите. Но тогда мы получаем достаточно высокий спред между трансфертом и ставкой его текущего депозита. И на этом дополнительно имеем возможность зарабатывать. Вы отдельно выделили нефтегазовый сектор. Но тоже ранее Николай говорил, не знаю, согласны ли вы с этим прогнозом, общий ли он у вас, что вы ждете снижения цен на нефть в ближайшее время. Соответственно, могу ли я считать, что вы ждете снижения цен на нефть и сильного ослабления рубля, чтобы это все-таки скомпенсировалось и нефтегазовый сектор так рос и процветал? Давайте разделим на два подпункта. Вначале поговорим про сырьевые рынки. Действительно, я уверен, что Николай об этом упоминал. Важно проанализировать и составить прогноз по ценам на нефть на будущий год. В начале этого года и даже сейчас многие аналитики ожидают рецессию в американской экономике. соответственно, но действительно неплохо и скорее здесь прогноз, что возможно мягкая посадка, но тем не менее, если что-то там будет не так, это естественно повлечет за собой возможное снижение котировок на нефтяные цены. Что мы наблюдаем сейчас? Но сейчас фактически мы наблюдаем то, что явно сложно было запрогнозировать полгода назад, год назад. Это геополитические факторы. Вот буквально в силу этих факторов на прошлой неделе мы увидели ралли практически на 8,5% в котировках нефти. На фоне возможной деэскалации в начале этой недели котировки снова ушли под уровень 80 долларов за бренд. Вмешиваются другие факторы. Ураган я в меньшей степени считаю, что это какой-то фактор, который действительно мог конкретно на текущей неделе повлиять на цены на нефть, но при этом здесь важно наблюдать. Плюс действия ОПЕК. ОПЕК рост добычи, соответственно, перенес на конец года. Соответственно, это также оказывает дополнительным фактором поддержки нефтяных котировок в текущий момент времени. И тут важно понаблюдать, чем закончится этот год. Поэтому пока наш ориентир 75-80, мы в нем остаемся. Если переходить ко второй части, это доллар. В наших прогнозах начала этого года мы указывали диапазон 90-100 рублей за доллар с постепенным ослаблением к концу года. Естественно, летом мы сместились в нижнюю часть этого диапазона 90-95, но мы с вами видели прекрасно доллар по 86-87 рублей. А сейчас наш прогноз 95-100 на конец этого года. И действительно, в данном случае, цена на нефть с большой вероятностью будет балансироваться как раз с курсом. Отлично. А таким образом, если суммировать, если мы говорим про какие-то вообще идеи сейчас на рынке, то правильно я вас поняла, Максим, что акции сейчас представляются самым доходным, самым выгодным вложением. И только потом в ходе ликвидности флоутера. Я этого не говорил. Мы просто обсуждали акции, поэтому действительно я сказал, что в определенных секторах можно найти инвестидеи, которые дадут высокую доходность. При этом, в целом, если говорить про рынок акций, естественно, он под давлением, мы с вами это понимаем. И самое главное, с очень большой осторожностью нужно относиться к компаниям с высокой долговой нагрузкой и к компаниям, которые не могут переложить текущую высокую инфляцию на конечного потребителя. Если говорить про облигации, все-таки в нашем условно-сбалансированном портфеле, естественно, облигации занимают больше 50%. Это облигация флоутера, конечно же. Потому что с учетом высоких купонов, которые ежемесячно обновляются после заседания Центрального банка в сторону повышения, вслед за ключевой ставкой, действительно, портфель флоутеров вполне с ноября может давать доходность на уровне 23% с учетом реинвестирования. Это высокая доходность. Это существенно выше, чем ставка по банковским депозитам, выше, чем доходность в фондах ликвидности. Поэтому, безусловно, флоутеры должны занимать, в нашем понимании, большую часть портфеля. Если говорить про фонды денежного рынка, я уже сказал, здесь важно, чтобы они являлись как раз тем разделом портфеля, который абсормирует ликвидность на время. До момента лучшей точки входа, например, на рынок акций, либо опять важно посмотреть, как будет развиваться ситуация с инфляцией и наблюдать, куда будет двигаться ключевая ставка в следующем году. Получается, а у вас кроме банковского нефтегазового сектора есть еще какие-то идеи? Золото. Мы действительно позитивно в целом смотрим на золотодобывающую промышленность. Факторов несколько. Но в целом золото на том уровне, на котором сейчас находится, с одной стороны, это несколько противоречило прогнозам, которые мы видели 2 года назад, 3 года назад, потому что в период повышения ставки ФРС, естественно, золото, как правило, оказывалось под давлением. Ситуация изменилась, я думаю, изменилась во многом в 2022 году, когда мировые центральные банки стали наблюдать за действиями мирового сообщества в отношении резервов Российской Федерации. И действительно, объемы золота и покупок золота увеличилось. Это оказывало дополнительный фактор поддержки увеличения котировок золота в период высоких ставок. То есть, несмотря на текущий исторический пик, вы считаете, что тысяча под дальнейший потенциал? Есть, потому что сейчас мы переходим постепенно к снижению ставки ФРС, а это дополнительный драйвер. Если я даду предложение, как инвестировать тогда в золото обычному человеку? Как я уже сказал, мы все-таки говорим про акции. Я думаю, уместно это делать либо через акции золотодобывающих компаний, либо через какие-то биржевые фонды. Спасибо большое, Максим. У нас в студии был Максим Баковец, директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ.